Времена исследований, которые проводились исключительно при помощи кисточек и простых микроскопов, безвозвратно ушли. Современная наука шагнула далеко вперед. И сейчас, чтобы выяснить, из чего изготовлены те или иные синтетические вещества или сплавы, необходимы серьезные исследования. На сегодняшнее время у нас колоссально выросло количество синтетических средств, кирительной смеси и так далее. То есть их ряд растет, ширится, лаборатории работают. Поэтому квалифицировать, дать правильную квалификацию следственными органами, есть состав преступления, нет. Можно только после проведения исследования специализированными лабораториями. Сейчас здесь исследуют лакокрасочные покрытия, металлы, сплавы, ну и, конечно же, наркотические средства. Еще недавно, чтобы определить, к примеру, состав изъятого милиционерами подозрительного порошка, необходимо было потратить около суток. В новой лаборатории предварительные результаты будут готовы практически сразу. Новый закупленный хроматограф, кристалл 5000, позволяет в течение часа предварительный анализ провести. То есть от момента ввода вещества до момента получения каких-то результатов мы где-то час, допустим, и у нас готовы есть результат предварительный. Современное оборудование позволяет экспертам расширить спектр исследуемых веществ. Здесь уже начали проверку различных спиртосодержащих продуктов. Как правило, в специализированную лабораторию попадают образцы алкоголя сомнительного качества, изъятого милиционерами у нелегальных торговцев. И чтобы привлечь таких продавцов к ответственности, без экспертизы никак не обойтись. С помощью газового хроматографа кристалл 5000 устанавливается качественный и количественный состав микропримесей. При исследовании спиртосодержащих жидкостей мы устанавливаем качественное и количественное содержание таких микропримесей, как метанол, эфиры, альдегиды и другие микропримеси. Результаты таких проверок впечатляют. Эксперты установили, что 60% всей алкогольной продукции, которую правоохранители изымают в ходе специальных рейдов, оказались фальсификатом и представляли реальную опасность для здоровья и жизни людей.